АПЛОДИСМЕНТЫ Ты не оправдал моих ожиданий, Кузьминок. Ты раскололся. Господин инвальд, послушайте, я… Ну, я же ей Богу. Скоро. Ты и так отправишься к своему Богу. Только вряд ли ему нужны такие отбросы. Заряжай. Господин инвальд, подождите, подождите, ну я же не хотел. Я отработаю, я отслужу. Вы же знаете, я отслужу, господин инвальд. Я буду гресть их поганые глотки. Я им кровь высосу, господин инвальд. Слышите, кровь высосу. Я… Господин инвальд, я сука. Я сука. Я знаю. Господин инвальд, я буду предан вам, клянусь. Слышите, я матерью клянусь, господин инвальд. Огонь! На этот раз я тебя помиловал. Запомни на всю жизнь, кому ты обязан. Я запомню, отныне ты мой пес. Не скажу рычать, дай мне будешь рычать. Ты жив, пока служишь мне. Каждый твой вздох должен принадлежать и идти на пользу Германии. Слышишь? Товарищ капитан. Я думал, мы с тобой давно на «ты». Галицкий. Что с ним? Замучила совесть, и он решил повеситься? Его пытают. Ты за него переживаешь? Брось. Собаки иногда полезны, розги. Ны. Сам Розгин за него и взялся. В ассистентах капитан Паршин. Они его замордуют. А расходят. Их любовать нам придется. Откуда такая информация? Сорока на хвосте принесла? Часовой сменился. По старой дружбе чирикнул. Быстро освоилась. Есть у кого учиться. Не обижайся. К этим товарищам на простой кобыле не подкатишь. Пошли к майору. Потом добреюсь. Капитан! Ты знаешь, тварь, ты государственный преступник. Ты знаешь, что это расстрел? Ты единственный шанс. Чистосердечное признание. Сознавайся. Может, тогда штрафбати. Кровью смоешь. Я не убивал. Я правду сказал. Правду сказал? Мразь! Я тебе глаза выдавлю. Ты у меня кровью плевать будешь. Крышка! Отставить! Виноват, товарищ майор. Рядовой Галицкий, рядовой Галицкий. Я хотел тебе помочь, но взглянул на твое дело. Отец у тебя враг народа. Брат изменник. А ты? Ты убийца. Так что сознавайся, и все это закончится. Сознавайся, сынок. У тебя несколько часов осталось. Или сдохнешь, или под трибунал. А там слова не нужны. Там нужны факты. А факты не в твою пользу. Алиби у тебя нет. Улики против тебя. Да здесь все против тебя. Разгину. Не положено, товарищ капитан. Ух ты, как грозно. На службе на не положено. Обычно наложено. Ты прям как не в армии, солдат. А ну-ка подвинься на полметра. У меня дело важное. Не пущу. У меня приказ. Доложить. Разгину. Капитан Галимов. Выполнять. Есть. Плетет свои паутины, вражья морда. Но ничего. Я ему не муха, цикотуха. На рожон не лезь. С этим шахматистом надо держать ухо в остро. Что угодно капитану. Я хочу видеть Галицкого. Сожалею. Идет допрос. Убить мой товарищ Леша Пантелеев. Убийца. Возможно, крот не выявлен, а разгуливает на свободе. У меня подозрение, что Галицкий не убивал Пантелеева. А кто убивал? Пока не знаю. Вот видите, вы не знаете. А наверху хотят знать. Эту партию я должен выиграть за три хода. Вы свою работу выполнили, получили благодарность. А моя только начинается. Не утони в своем болоте. Угрожаешь. Пока нет. Молодец. Правильно. Пуговичку застегни. Есть. Прошу. Да, хорошо ты здесь устроился. Все натуральное. Присаживайтесь. Местного снабжения. Сейчас. Как прошла операция? Прекрасно. Заметно по некоторым лицам. От вас ничего не ускользнет. Что будете пить? Вино, водка польская. Хорошая. Как Кузьминок. Как Кузьминок. А что Кузьминок? Я работаю в контрразведке много лет. Я все знаю. В случае провала я тоже, как и вырезкаю, потерять все. Простите. Я допустил ошибку, но я ее исправил. Кузьминок в норме. Я согласился с твоим планом, потому что видел в нем зерно успеха. Хотя в штабе сомневались в двойной заброске. Времена изменились. Всем нужен мгновенный результат. А стратегии уже забыли. Мы готовы к выполнению основного задания. Хорошо. Теперь о главном. По сведениям нашего информатора, а это весьма надежный источник, русские готовят важную наступательную операцию силами Первого Украинского фронта. Наша задача – взорвать важный стратегический мост в районе Житомира. Через этот мост в направлении фронта проходит основной поток военной техники и боеприпасов советской армии. Взрыв моста даст возможность перекрыть кровоснабжение советской армии и тем самым потянуть резервы к линии фронта. Задача вашей группы – связаться с нашим исполнителем во взводе охраны моста, совместными усилиями оперативно уничтожить охрану и взорвать этот мост. Но одна из наших групп наблюдателей обезврежена. Ничего важного от них русские не добьются, но подозрения наверняка возникнут. Я так понимаю, мы должны прикрывать? Да. Для отвлечения внимания советской контрразведки, ваша группа должна выполнить несколько мелких диверсий. Слишком не зарывайтесь. Главное – связь с исполнителем. О времени начала операции узнаете в случае удачной высадки группы. Ну что, тогда за успех операции и Великую Германию. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Здравия желаю, товарищ комиссар второго ранга. Здорово, Валентин. Что у тебя? Роем, товарищ комиссар второго ранга. Пока ничего нет. Как продвигается расследование убийства Пантелеева? Пока серьезных сдвигов нет, но работаем. Думаю, ты понимаешь, важность проблемы. Через этот мост идут эшелоны на запад. Скоро наступление, а у тебя на спецобъекте крот. Понятно. Но мы и так на ушах стоим. Надо-ка распределять их своих сотрудников, чтобы они спинами не толкались. Прожерстите этот взвод охраны моста сверху донизу. А задержанного приказывают доставить к нам. У нас тоже есть о чем с ним поговорить. Так точно, товарищ комиссар, доставим. Ну что у тебя? Галицкий. Саш, ты хоть меня не мучай. Со всех сторон прессуют. Сверху Москва давит. Снизу Розгин поджимает. Ну а вы? А что я? Розгин как с цепи сорвался. Политотдел подключил. А для них, сам знаешь, и немецкий алфавит — враг народа. Дайте мне Галицкого допросить. Не могу. Розгин раскопал, что его отец был расстрелян в тридцать седьмом году. Как враг народа. Так что политическая окраска на твоем Галицком. И перестань ты с этим Розгинным цапаться. Бешеную собаку не перегавкаешь. А Галицкого завтра через Киев отправляем в Москву. Хорошо. Допустим, Галицкий и есть настоящий убийца. А почему он не подготовил себе алиби? Ведь времени было достаточно. Допустим. А он бежит в лес и сжигает свой блокнот с компроматом. Меня ведь не судьба Галицкого беспокоит. Меня беспокоит настоящий убийца. Спишем все грехи на этого хлебореза, а Ахкрот останется на своем месте. И при первом удобном случае засадит нам здоровенную занозу. Не могу, прости. Чего вам терять, товарищ генерал? Разве только погоны. Саша, не зарывайся. А то я не посмотрю на светлую память твоего отца и на нашу былую с ним дружбу. Накажу по уставу за нарушение субординации. Извините меня, пожалуйста, Валентин Серапеонович, я не хотел. У меня вырвалось. Разрешите идти. Погоди. Я ведь не за свои погоны боюсь, а за то, что в такой ситуации даже сам комиссар Олефанов не сможет за нас заступиться. А Разгин и его покровители будут на седьмом небе от счастья. За один день раскрыть убийство сотрудника НКВД это, между прочим, наградами пахнет. Ну, хорошо, ладно. Разрешу тебе с ним поговорить. А как же Разгин? Ну, это уж твое дело. Ты как-нибудь отвлеки его ночью на минутку. Ну, так, чтобы наверняка. Понял. Спасибо. Разрешите идти? Иди. Товарищи, офицеры и солдаты. Скоро вам предстоит участвовать в боях. На какие категории подразделяются боевые действия, кто знает? Ну, смелее. Петушины. Отчасти ты прав, Сычок. Но я имею в виду военные действия. У тебя нормальный вариант ответа есть? Или прописать тебе медосмотр вне очереди? А что сразу медосмотр? Земля, вода и воздух. Ну, вот видишь. Значит, котелок-то у тебя варит. Давай иди сюда. А это еще зачем? К вам один раз ляжешь — пиши — пропало. На куски порежете. Я ценю твою честность. Раз вызвался, давай, иди ложись. Давай, 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 давай. Ваш боевой товарищ Сычев находится без сознания. Это хорошо. Меньше разговаривать будет. Глаза закрывать ты без сознания. Марьяна, подойдите. Если ваш боевой товарищ ранен, в воде, то по правилам спасения утопающего, его нужно обхватить сзади за грудь. Ну, то есть подмышками. И мелкими грибками добраться до берега. Потом аккуратно положить его на спину. Марьяна, искусственное дыхание. Ой, братцы, душа вот-вот разорвется. А ты вдохни поглубже, солдатик. А ты вдохни поглубже, солдатик. Эх, вот повезло Сычеву, а? А то не лягу, не лягу. После искусственного дыхания следует непрямой массаж сердца. Ему еще и массаж! Игорь Матвеич, я отойду? Да-да, конечно. Спасибо. Ну, а мы продолжим. Кровотечение. Итак, кто знает, как действовать при кровотечении? Ну, здорова. С утра здоровались. С красивой девушкой можно и три раза поздороваться. Смотри-ка, заметил. Чего звал? Слушай, у меня есть к тебе дело. Даже скорее не дело, а просьба. Можешь помочь? Могу. Если ты меня стрелять научишь. Может, попозже? Постреляем. Ну, тогда пусть тебе кто-нибудь другой поможет. Хочешь, я тебе военврача позову? Ладно, давай через час на стрельбище встретимся. Через час ты снова сбежишь, я тебя знаю. Хорошо, давай сейчас. Только патроны боевые бери. Нечего холостыми палить. Ни огня, ни жару. Держи. Так. Давай. Поднимай руки на уровень плеч. Чуть ниже. Смотри на цель, а не на меня. И не улыбайся. Ну, как же мне не улыбаться, когда ты такой смешной? И чем же я для тебя смешной? Ты очень серьёзный. Учи дальше. Вот эта мушка, она должна совпадать с целью. Ага. Нет-нет, чуть пониже. Вот так. Ага. Подойди ближе и покажи. Вот эта мушка. Мушка. Она должна совпадать с целью, ты понимаешь? А я тебе нравлюсь? Что? Ничего. Галимов. Ну, какой же ты смешной. Сашка! Догоняй меня! Слушай! Быстро! Догоняй! Пункт назначения через пять минут. Предупреди парашютистов. Пять минут готовность. Спасибо, комрад! Такую ветрюга ни до того света не добраться! Не каркай перед выбросами! Что случилось? Испугался? Да даже если и так! Ты лопнешь скоро от своей злости, Кузьмино! А с чего мне быть добрым? Я изменник Родины, милый! А все изменники злые! А добрые вздохли в лагере от холода! Ну, подставь! Готовься к фотосверт! Готовь? Пошел! Готовь! Пошел! Оп-ля! А вот и я. Лаура. Как вам? Я у ваших ног. Эх, товарищ майор. Что? Вы ошиблись. Сегодня я не Лаура, сегодня я. Гонорилья. Откуда такие познания Шекспира? Ну что вы думаете, простые люди не читают Шекспира? У меня к вам просьба. Я прошу вас, посмотрите, ведь вы у нас такой умный, такой образованный. Ну, разве что ради самодеятельности. Но почему я? Есть же военврач. Военврач — это начальство, он будет смотреть предвзято. А вот вы, вы, вот настоящий король. Ну, это король, Лир. А я просто, ну, спасибо за комплимент. Садитесь же на трон, товарищ майор. Простите, король, садитесь. Сел. Итак, мы приступаем. Сцена первая. За сценой слышны трубы, трубы. Я? Ту-ту-ту-ту. Ярче, сделайте ярче. Вот, входит король Лир, с ним герцог Карнавальский. Кормальский. Какая разница? Сидите. Король садится на трон. Уже сижу, вот сижу на троне. Прислуги подносят королю выпить вина. Вот, трошу. Пить, да. А вы, Марьяночка? Не сейчас. Пейте. 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 А теперь вступаю я. То есть, гонорилья. Сэр, вас люблю я больше, чем выразить то можно слабым словом, чем свет отчей, пространство и свободу, чем красоту, богатство, честь и жизнь. Пейте. 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 Причины убить Пантелеева у тебя были, это очевидно. Брат у Власова, отец священник. Я не думаю, что ты решил умереть так же, как твой отец мучеником. Бог здесь ни при чем. Можно папироску? Трудно теперь с папиросками. Ну, не жмитесь, товарищ капитан. Может, последняя моя. Спасибо. На том свете встретимся. Я буду папироской угощать. Не толкай телегу впереди лошади. Ты что, думаешь, на том свете кто-то папиросками торгует? Ты мне вот что скажи, Галицкий. Почему не сознаешься? Раз гин с тебя живым не слезет, ты вообще на что рассчитываешь? Перед самым арестом, отец сказал мне, что правда — это не то, что считают люди. Правда — это то, что есть на самом деле. Отец был невиновен, а вы его расстреляли. Я знаю, меня тоже расстреляют. Вы можете верить, можете не верить. Только я не могу предать отца. Я хочу встретиться с ним там. С чистой душой. Пусть и замучены вашими друзьями. Во-первых, я хочу встретиться с ним там. Ух, это не мои друзья. А во-вторых, с таким пафосом ты долго не протянешь, поверь моему опыту. И хлебом не кормить, дать человека до смерти замучить. Поможешь мне? Постараюсь помочь тебе. Что я должен делать? Кто кроме тебя мог взять нож с хлеборезки? Что? Скончай хлебать, глаза уже в раскосе. Так за удачное приземление. Четыре месяца в разведшколе, не хухры-мухры. На. Задание надо выполнить, немцы не заплатят. А я при деньгах, при любом раскладе останусь. Пока перо при мне, любой мне сам обязан. Вальт накажет. Вальт теперь далеко. Кончай трястись, братишка. Кончилось их время, наше началось. Посмотри вокруг. Березки, сосенки, это же наша страна. Мы здесь с тобой родили, и здесь нам бояться нечего. Ты дурак. Ты что думаешь, эта страна тебя ждет? Я ни на зону не сдохнуть не хочу. С немцами надо. У них и власти деньги. У меня что мусора, что фрицы. Вот я уже. Страна большая. Затеряемся, уедем. Или ты с немцами хочешь? Слеза из телеги, я без тебя не пропаду. Да ладно, я пошутил. Вместе так вместе. С немцами! С немцами! С немцами! Семцами! Ты как? В порядке. Рация? Спрятала в тайнике. Остальные? Еще по лесу носятся. Давай, собирай всех, пока не разбежались. Я на явочной квартире. Буду ждать вас там. Есть. Проверю. Давай. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Все, 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 все. Все будет хорошо, животное. Давай. Давай, давай, иди домой. Бей, корешок, бей. Теперь никто не запретит. Бей. Бей. Свои. На, Пашкова, ты? Ты чё, слеп? Почему, ну, словно сигналом не отвечали? Не слышали. Остальные где? Савельянов пошёл проверить явку. Ты вот что, Пашкова, иди одна. Оружие на землю, быстро! А мы догоним. Вы чего? Пашкова, вы чего, ребят, проверить меня хотите? Руки! Сука, ногу убери, Паштошину! Куда стреляй! О, ребятки, здравствуйте! Вся команда в сборе, только похона нету. Я смотрю, у вас тут любовь, позвольте присоединиться? Все, Пашкова, убери автомат. Прошла проверку. Что, родной, не рад встрече? Да ты достал меня уже, урка! Ты оборсел на воле! Стоять! Где калятка? Да я без понятия, где ваш калятка. Может, дёрдал? Велика потеря. Идем на явку. А теперь песню. Романс. Нет. Давайте тогда, почитаем предсмертный монолог Вира. Да какой монолог, Марьяночка? Товарищ майор, извините, что помешал. Галимов в камере у Галицкого. Кто разрешил? Я не знаю. Мне должил часовой, я сразу к вам. Сперва надо было Галимова из камеры выгнать, чёртовой матери! А потом мне докладывать, дубина! Иди! Есть! Галимов. Вот Галимов. Ну, Ефимова, если это ты, ты понимаешь, в порошок затрукнул. Паршлаве, я тебя зачем держу, капитан? Чтоб ты ухо держал в остро. Виноват, товарищ майор. Где Галимов? Он ушёл. Почему пропустил? Так он бумагу показал. Какую бумагу? От комиссара. Разрешение, печать, подпись. Товарищ майор. Бумагу. Он её только показал. С собой унёс. Либо это сговор. Либо Галимов, сволочь, документ подделал. Надо Галимов спросить, что он ему сказал. Я с ним поговорю. Я с ним поговорю. Хороши немецкие папы. У фрица из охранки лагерной выменял. Ты смотри, Кузьминок, чтоб тебя на участие не разорвало. И так тут мечешься, перевозбождённый. А тут такое давление на твои мозги. Балда ты, Беляй. Это не на мозги давление, а на кое-что другое. Наполеон, между прочим, когда занимался важными государственными делами, так у него в кабинете всегда при себе бабёнка была. О, француз, понимать надо. И вот, когда его мысли уставали, отдалялись от государственных дел, он эту бабёнку сразу к себе. И ях! Ясность ума обретал. Ага. И откажу тебе такая информация. Из тюремной библиотеки. А это ты, Беляй, считаешь, что я хуже Наполеона. Слышь ты, Наполеон, он вообще-то умный был. Пол Европы завоевал. А ты, гнида, людей грабил. Хат ты упырь. Ты, значит, на немцев горбатишься, а на меня плюёшь. Ты сопля, и я тебе это докажу. Дай только срок. После завтрака расходимся по объектам. Работаем парами, ведем наблюдение. Зайцев Кузьминог, Беляев Пашков и я самостоятельно. Можно и я с Беляевым? Нет. Паршин, а оформить протокол, только быстро. Есть, товарищ майор. Лошадь-то, лошадь-то в трёх ферстах отсюда нашли. Постромки подрезаны. Значит, не сама она освободилась. Сколько шума. Из-за одного крестьянина. Может, он её отпустил просто. Чё, это хозяин? Скотину свою отпускать будет, а? Травку пощипать. Шуть, товарищ начальник. Это ж имущество. Денег стоит. А кобылка-то хорошая. А чё вы с ней делать-то будете, а? И чё? Оформим, как вещественное доказательство. Мужик, иди сюда. Кто? Я? Ты, ты. Стой здесь. Иду. Понадобишься, понятым будешь. Сычок, ко мне. Заворачивай, и в управление. Рассыплется по дороге, не довезём, товарищ майор. Лучше здесь осмотреть. Что здесь осматривать? Что, картина Репина? Заворачивай, я сказал. Товарищ капитан, переказано забрать с собой. Погоди, Сычёв, минутку. Погоди. Звёздочка? Значит, солдат. Как думаешь, Люба, что красноармейцу на телеге в поле ночью делать, да ещё в плохой компании? Почему ты решил, что он был не один? Ну, кто-то ж его поджёг и убил, а лошадь отпустил. Парша, ну ты скоро! Ещё минуту, товарищ майор! Вот здесь вы, распишись. Майор! Что? Ехал человек в телеге. Погонял лошадь. Мечтал о барышах, о чём ещё крестьянину мечтать. Ты кончай воду лить. По делу говори. Потом превратился крестьянин в красноармейца. Лошадь отпустил, сам себя поджёг и лёг спокойно гореть на телеге. Даже для приличия по полю не побегал. Хорошая сказка, но с лоб тяжеловат. Давай в управление разберёмся. Ты едешь? Нет. Поковыряйся ещё. Ковыряйся, следопыт. Всё оформил, товарищ майор. Можно иди. Хороший докладывай. Садись. Тимофей Егорыч, да? Бери лошадку. Сычёва и за мной. Люба, пойдём, пройдёмся. Хочу один вариант проверить. Саша, у нас убийство, а ты решил с лошадкой по полям прогуляться? Если в телеге сгорел красноармеец, то хозяин либо убит, либо и есть убийца. А убивать солдата ради того, чтобы снять с него сапоги и забрать махорку, это вряд ли. Так что версия с ограблением отпадает. Может, это диверсанты? Значит, где-то рядом человека два-три минимум. Я и подумал. Лошадка — умница. Даже нашу хозяину привезти. Решил устроить лошадь на полставки в розыск? Ну, вроде того. Лошадь — мысль дельная. Но смотри, придётся с ней своим пайком делиться. Позови им, товарищ капитан. Пойдём, пойдём, пойдём. МРА% Здарова, братишка. Огня дашь? Зема... А папироскую гостишку? А твои где? На том берегу. А лодки нет. Понял. Трудности бывают у всех. Держи. Благодарствую. Скукотища. А поезд на Киев только утром. На побывку или как? После ранения. Припёр из ночной вылазки двух фрицев, а комбат меня за это, оп, и к жёнушке на десять суток. Эх, оторвусь. И жена у него, и папиросы. А ты не завидуй. Грех это смертный. На, держи. Помни душу мою широкую. Ух ты. Сам-то куда? На фронт. После ранения. Я тут в госпитале два месяца отвалялся. Таблеток поди наелся. Ой. Слушай, так пора из тебя эту гадость вымыть. У тебя когда поезд? Ой, вечером. Ну, а чё здесь пыль глотать? Айда в город. Ты ж местный уже почти. Наверняка какое-нибудь злащное местечко знаешь. А у меня отпускные, времени вагон. Есть пара точечек. Ну, где самогонщиком торгуют. Давай знакомиться. Данила. Дмитрий. Ну, чё, Мить? Ты штурман, я бабки заряжаю. Давай, показывай, где здесь дорога на тот берег. Ну, потопали. Только не один. С приятелем сейчас познакомлю. С приятелем даже веселей. С приятелем. Здравствуйте. Здесь живут Каланчёвы. Здесь. А что вам нужно? Я от Маргариты Михайловны Корецкой из Кракова. Она вам просила кое-что передать. Маргарита Михайловна, она жива? Сейчас сюда. Зайти можно? Да. Да, конечно. Проходите. Пожалуйста. Спасибо. Проходите, пожалуйста. Присаживайтесь. Вы что-то хотели мне передать? Дело в том, что Анатолий Степанович Корецкий умер. Упокой Господь его душу. Хороший был человек. Да. Мой отец был с ним дружен. Лев Коршунов. Вы сын Коршунова? Простите, я не представился. Валерий Коршунов. Ваш отец часто был у нас в доме, но вас я не видела ни разу. Я воспитывался у матери, но это другая история. Внука Маргариты Михайловны нужно перевезти в Краков. Что, простите? Юра, мальчик пятнадцати лет. Внук Маргариты Михайловны. Три родинки на спине. В восемь лет он сломал руку, катаясь на велосипеде. Его родителей шесть лет тому назад арестовал НКВД. Вы называли Маргариту Михайловну матушка-маргаритушка. Она вас ледуня. Сейчас добавляет спасительница. В общем, благодарит вас за то, что вы оберегаете ее внука. А как Маргарита Михайловна? Что с ней? Ну, держится и очень... Хотела бы успеть увидеть Юру. А как это возможно? У нас нет денег, у нас нет проездных документов. Не волнуйтесь, это не проблема. А на Юру можно посмотреть? Да. Да, конечно. Спасибо. Юронька, к тебе тут пришли. Рад тебя видеть. Валерий Львович Коршунов. Что с моими родителями? Ну, я тебе не скажу. Точно не знаю. А кто знает? Бабушка знает? А вот ты сам у нее и спросишь. Мы к ней скоро отправляемся, и она просила тебе передать, чтобы ты был не Юрасиком-хулигасиком, а настоящим мужчиной. Я вам верю. Так надо мной бабушка подшучивала. Об этом прозвище знали только мы с ней. А как вы думаете, мы сможем туда добраться? Это ведь так далеко. Кругом война. Ну, для этого я здесь. Ты очень дорог, Маргарите Михайловне. Извините, мне пора. Позже расскажу все подробнее. До свидания. До свидания, Валерий Львович. Называй меня Валерий. До свидания. До свидания. Саш, а ну, иди сюда. Сычев. Да, товарищ капитан. Дуй в расположение. Доложишь на один тайник. Нужны люди, чтобы прочесать район. Ага. Понял, товарищ капитан. Бегу. Сычев, а может, на коне? Спасибо, Тимофе Егорыч. Я лучше пёхом. Давай быстрее пойдем. Чего плетешься? Что ты все ноешь и ноешь? Это тебе не так. Это не сяк. Пока ты сопли пускаешь, я из этого солдатика столько сведений выводил. Заткнись, патруль. Комендантский патруль лейтенант Козлов. Ваши документы. Командировочное предписание. Все в порядке. Рядовой, подойдите ко мне. О, солдатик, да ты пьян. Да я ж чуть-чуть. Так, придется пройти с нами в комендатуру. Следуйте за нами. Куда это? У нас служба. Черемнов, Федотов, замкнуть строй. Следуйте за нами. Товарищ лейтенант, ну перебрал он немножко. Я трезвый, я его доведу. А завтра мы шестичасовым в Киев, а? В Киев? Ага. Да нет, комендатуру все-таки придется пройти. Следуйте за мной. Отставить! Стоять стрелять буду! Ты что творишь, падаль? А этого с собой возьмем. Трусоват, сразу расколется. Убить тебя, гнида, мало за такие дела. Стоять! Ты чем думал, когда в пьянку ввязывался? А что если Зайцев показания дает? Я этого барана предупреждал, чтобы он меня не бодал. Сам виноват. Да ладно, я же ему камнем по башке врезал. Он если не сдохнет, то придет в себя нескоро. Я вам такие важные сведения раздобыл, а вы меня… Тебя придушить мало, понял ты? У нас есть задание, а ты его чуть не загубил. Скажи спасибо, что у нас каждый человек на счету. А то бы валялся уже в канаве с простреленной башкой. Собирайтесь, надо уходить. Да мы собраны. Куда пойдем? Есть адрес запасной явки за городом. Там живет наш агент. Отойдите. Может, хватит уже? Он ведь, между прочим, нам живым нужен. У меня приказ комиссара — найти диверсантов. Формально он не диверсант. Даже напротив. Пытался остановить убийцу. Цыплят по оси не считают. Между прочим, его дружок уложил двоих солдат. За одну секунду. Уж точно не любители. Где Кириллов? У себя в кабинете. Так. Почему я не могу допросить диверсанта? На данном этапе нет никакой возможности привести его в чувство. Нужен покой. Покой. Покой нам только снится, уважаемый товарищ военврач Кириллов. На дворе война. Литературкой балуйтесь. Свободное время. Литературкой балуйтесь. Король лир. Шекспир. Замечательное произведение. Особенно современное. На злобу дня, так сказать. Особенно предсмертный монолог Лира. Да? К чему это вы? Ведь ваша супруга училась в гимназии вместе с машинисткой Троцкого. И что с того? Это было давно. И в моем личном деле все записано. Записано-то записано. Но ведь под каким углом посмотреть? Вчера при помощи этой книги был совершен акт прикрытия должностного преступления. И участвовала в нем ваша подопечная. Да, да. Медсестра Ефимова. Марьяна? Марьяна, Марьяна. И вы знаете, вы можете тоже стать звеном цепи преступления. Ведь вы знаете, мне человеку все равно, что пешку съесть, учитывая ваше антисоветское прошлое. Я не понимаю. Завтра диверсант должен быть готов к допросу. А по мне хоть живую воду изобретайте. Ясно? И еще. О каждом вздохе Ефимовой, о всех ее шашнях с Галимовым, докладывать мне лично. Можете считать это, как приказ партии? Я беспартийный. Так тебе тяжелее будет здесь выжить. Ты понял? Товарищ майор, разрешите? Выйдем за дверью, подождите. ЧП, товарищ майор. Галевский. Что случилось? Вам лучше самому склянуть. Идиал. Что здесь происходит? Двойное убийство. Разрешите, я займусь, товарищ комиссар. Ты ему же назанимался. Капитан. Как быстро годы пронеслись, Как листья осенью с деревьев сорвались. Пластинка старая звучит, И сердце музыку ту бережно хранит. Дождь долго слезы лил, Прости, что не дожил. Три дня, три ночи, Я до той весны. Пааю. Продолжение следует... Продолжение следует...